Я расскажу, как использовать Hadoop в контексте амазоновского cloud. То есть у Амазона, Амазон предоставляет веб-сервис, который использует амазоновский EC2 в качестве бэкэнда, и который позволяет непосредственно использовать S3 Cloud, то есть Simple Storage Service амазоновский. В котором можно хранить импульс для Hadoop и куда можно писать хаоп-клуб. Ну, естественно, вся амазоновская инфраструктура доступна тоже. То есть можно писать не только в S3, а в любые другие амазоновские инстансы, если там, например, какой-нибудь MongoDB или даже SQL Server поставить, Oracle, что угодно. Почему, в чем нужно использовать Амазон? Ну, вроде бы, можно, например, сделать свой кластер, поставить там Hadoop на 100 машин и делать то, что показывал Сергей. Причин несколько. Первая причина — это эластичность. Как я покажу дальше, мы можем легко абсолютно использовать как 100 боксов, на которых будут раноться джобы, так и один там или два. Притом боксы могут быть абсолютно разные. Вот M1 Small, самый маленький, у которого там гигабайт оперативки, до супер-бокса там с 16 ядрами и с 32 гигами оперативки. Вот. Очень просто использовать. Я тоже это покажу. На начальном этапе можно вообще обходиться мышекликер. То есть буквально зайти на веб-сайт Амазона, на консоль и через визард создать свой джоб, запустить, перед этим сконфигурировав, и там же посмотреть ответ. Надежность. Так как бэк-энд в Elastic Map Edition — это EC2, то есть амазоновские инстансы, нет необходимости каждый раз проверять, работает этот бокс или нет. И нет необходимости в хаос-кипинге, так называемом. То есть Амазон предоставляет боксы для тебя, ну, не бесплатно, но за определенную цену, но не нужно держать своего админа. Тесная интеграция с другими амазоновскими сервисами. Во-первых, S3. Кто узнает, что такое S3? Это, я объясню, что это такое, расшифровывается как Simple Storage Service. Это, условно говоря, файловая система на Амазоне. То есть можно туда заливать файлы, и можно оттуда скачивать файлы, по большому счету. Она обеспечивает нагрежность, то есть она распределенная. Если какой-то инстанс, который находится в S3, в облаке, падает, Амазон гарантирует, что данные не потеряются, и они будут доступны. Интеграция с другими амазоновскими сервисами также включает, как я уже сказал, интеграция с EC2. То есть, в принципе, EC2 это… Давайте не так. Кто знает, что такое EC2? Хорошо. EC2 это по-простому, это амазоновские плавы. То есть, инфраструктура, которая позволяет запускать инстансы с практически любой операционной системой в облаке. Буквально там, выполнив одну команду командной строки, или же мышкой. Образ можно тоже свой создавать. То есть, можно взять образ какой-то готовый, амазоновский, там, с Ubuntu, там, или с еще каким-нибудь Linux, или даже с Windows. Поставить туда нужный софт, сделать из этого образ, сохранить образ в S3, и потом впоследствии наклонировать вот этих боксов много-много разных штук. Вот это EC2. То есть, амазоновский Elastic MapReduce позволяет взаимодействовать с инстансами из EC2, в том числе. Безопасность. Ну, амазон обеспечивает полностью безопасность, то есть, нам не нужно заботиться о том, чтобы постоянно накатывать какие-то секрети-апдейтеры на свои инстансы, потому что амазон это делает за нас. И большое обилие серп-пати-тулс, то есть, инструменты сторонних разработчиков для управления, собственно, вот этими всеми вещами. Для управления EC2, для управления файлами в S3, то есть, буквально одной командой с такой, можно залить файл, удалить файл с S3 и так далее. Ну, это все хорошо. Чем это хорошо для бизнеса? Чем лучше Амазон Elastic MapReduce, чем свое кастомное решение на своем кастомном облаке со своим подругом? В первую очередь, амазоновский Elastic MapReduce выгоден тем, что можно очень-очень быстро что-то закодировать и проверить, как оно работает на удаленном варианте. Представьте ситуацию, вы хотите написать какой-то даталодок или иного рода, процессинг-тул, который должен работать в распределенном варианте. В реальной жизни нужно сначала пойти в угол серии, сказать, что выделили там, дайте нам 100 машин, и потом найти админа, который поставит ходу на каждую из этих 100 машин автоматически или ниоткуда, не знаю. Весь этот трэблшутинг, вся эта предварительная работа, она занимает очень много времени. Поэтому, если нужно что-то сделать очень быстро, какой-то макет, который просто сможет доказать, работает вообще эта идея или нет, для этого идеально подходят амазоновские клавы. Ну, дальше презентация, как это вообще делается. Может, какие-нибудь вопросы есть? Бесплатно попробовать можно? Бесплатно можно, но они будут требовать карточку. Ввести номер карты там. Я не знаю, будет ли требовать ЦВВ-код, но в какой-то раз тут и попадешь. Аппликейшн я буду использовать тот же самый, который использовал Сергей в своем докладе. Абсолютно тот же самый. Я там только пару сроков добавил в помощь.мей с той целью, чтобы джарник паковался вместе с зависимостями в один файл. Так просто проще указывать. Один файл всего заливать нужно на S3 и так далее. Кто знаком с амазоновской консолью для управления EC2, S3 и так далее? Ну, вот это она, в принципе, и есть. После того, как вы зарегистрировались и дали денежку Амазону, у вас появится возможность заходить на амазоновскую менеджмент-консоль, которая позволяет делать разные прекрасные вещи. В частности, консоль для S3 позволяет заливать данные и использовать их потом в последующем в ходоповских джобах. Данные структурируются посредством так называемых бакетов. Это, условно говоря, директория. И внутри каждого бакета тоже могут быть вложенные директории. Что бы залить в файл? Просто upload. Я сейчас этого делать не буду, потому что это может быть долго с этим интернетом, там, минут пять, а то и больше. Вот. Но тут, на самом деле, ничего сложного. Выбирается файл, заливается. Ну, я презентацию сделаю. Аномальные. Так, вот тут, наверное... Вот, так, вот. Ну, вот она туда и попала. А вот это был... А вот тут предыдущего джоба. Тут, в общем, все предельно просто. Естественно, для этого всего есть command line клиенты. То есть это можно было сделать одной строчкой в терминале. Пластик-мопредюсер. Чтобы создать новый джоб, тоже все предельно просто. Создаем джоб-флоу, называем его как-нибудь от рук и гниль, например. Джоб-лайпов может быть несколько. Я потом немножко подробнее расскажу. Ну, в частности, Сергей рассказал, что можно использовать не только пик и хайв, еще можно сделать кастом-джар. Чем я и буду сейчас заниматься. Кастом-джар — это то, что показывал Сергей во время презентации. То есть это наш кастом-джар, в котором реализованы функции map и reduce, по большому счету. Еще есть стриминг. стриминг позволяет реализовывать функции map и reduce не в виде java-приложения, то есть не наследовать от класса map и класса reducer, а в виде консольных приложений, которые читают входные данные из stdin'а и пишут в std-out. То есть вход в функцию map будет читаться из stdin'а, а вывод будет вписаться в std-out. Соответственно, язык программирования может быть использован практически любой. Хоть даже и там, и шапки хранят. Так, я немножко не привык. О! джар-локейшн. Ну, тут путь к нашему джарнику, который мы недавно залили. Ну, пути выглядят так. S3 означает это в st-клавде. Дальше bucket name. У нас был ходу пыльминга. И дальше путь. И параметры. Параметры. Входной путь, то есть путь, где убрать input и путь, куда писать output. Input я залил заранее. Output. Output я сейчас могу показать. Output. Типы инстансов. Мастер инстанс — это инстанс, который управляет всеми остальными нодами. То есть это name-нод. Core-instанс — это те инстансы, которые, собственно, выполняют работу. То есть те, на которых равны имеются маппер и редисер. И core-instанс группа также содержит в себе данные в HDFS. То есть там сзади, в бэкэнде HDFS с файлой системы HDFS находится. Но, как конечному пользователю, это знать не нужно. Мы с этим никак не взаимодействуем. Instance count может быть практически любой. Это больше не буду задавать. Типы инстансов тоже можно задавать. Тоже любые практически. Дальше — настройки безопасности. Тут можно выбрать свой ключ, SSH-ключ, и потом логиниться на мастер инстанс, чтобы смотреть, что же там происходит в самом ходу. Налоги смотреть и так далее. Можно сконфигурить путь, куда после завершения работы им успешного или нет будут заливаться логи всех джобов. Можно также включать дебаггинг, который позволяет во время работы самих джобов смотреть процесс завершения конкретных мап и конкретных редисерстасков. И можно оставить кластер живым после того, как работа завершится с той целью, чтобы потом еще добавить новые степы в тот же кластер. Bootstrap action. Это я попозже расскажу. Тут можно конфигурить некоторые настройки мап-редюса или инстансов, на которых ранос сам ходу. То есть там можно jvm-size конфигурить и так далее. Ну, собственно, все. То есть пару кликов, пару движений мышкой и нужно запускать дробь-флоп. Он там будет равнится от 5 до 10 минут. Я не буду на этом останавливаться. Останавливаться. Кстати, он, скорее всего, упадет, потому что я не удалил output. А, не, удалил. Когда он отработает, тут появятся новые директоры output, в которые будут выходные файлы, в которые будут содержаться количество тегов. На каком корпусе? Какой размер корпуса? Что такое корпус? Ну, сколько данных загружено в выходе. А, входные данные, сейчас посмотрим, я не помню уже. 100 тысяч рандомных предложений, загруженных с какого-то сайта какого-то университета. Архивированный объем 5 мегабайт. Не в архиве он был, по-моему, 10 или что-то в том роде. Ну, тут много времени на, собственно, старт. Так, что-то отцов было. На старт инстанциев и на раскочегаривание всей этой Java-машины. На больших объемах данных выигрыш будет значительно заметен. Конкретно мы обрабатываем не такой уж и большой объем данных. То есть мы обрабатываем порядка 6 гигабайт JSON-файлов. Это 30 миллионов документов. Обработка занимает на 6 достаточно сильных машинах от 20 минут один тип джобов до часа. Это другой тип джобов, они немножко посложнее. А, вот Output уже появился. Вот это прошлый джоб, вот его логи. То есть тут, в принципе, можно все логи смотреть. В том числе то, что вы логировали и с функцией map и с функцией map или с функцией reduce. Может, вопросы какие пока? Можно сделать так, чтобы ноды были заранее запущены, ну, и как бы предефайн, как раз стартовали, для джобов, чтобы несколько джобов на эти 100 нодов запускать? Мы так делаем у нас, потому что у нас несколько разных типов джобов, и мы на одних и тех же входных данных обрабатываем эти данные по-разному. Они могут быть параллельно запущены, да? Они могут быть параллельно запущены, более того, там внутри есть некоторая очередь, которая говорит, что я хочу, чтобы на этом пластере в один момент времени работало не более 10 reduce джобов и не более 50 map джобов. В самом начале эти джобы разбиваются на map и reduce таски, и потом происходит автоматическая балансировка. То есть даже когда первый джоб еще не завершился, как только освободилось место в очереди, которое позволяет запустить новый map таск из второго джоба, он будет автоматически запущен. То есть нет такого, что сначала полностью отработают все таски одного джоба и только потом запускаются все таски другого джоба. Это позволяет балансировать нагрузку. Очень хорошо. Также, как я показывал, можно оставить кластер в состоянии keep-alive. После завершения какого-то конкретного джоба он не закроется и можно будет добавлять новые степы не через мастер, через мастер нельзя, через командную сроку. Можно будет добавлять новые степы, которые будут тоже делать какую-то работу. Процессить входные данные, другие или те же, неважно. И писать, куда-то давал в MongoDB, в S3, еще куда-нибудь. Еще вопрос. А если, например, взяли кластер в 10 нодов и задание очень долго делается, не знаю, час, это не устраивает. Можно добавить в рабочий процесс еще несколько нодов? Либо надо остановить и запустить за нодом на 100 нодов? Да, я видел такие флажки в common line клиентах. Тут конкретно через мастер, как я сейчас показал, такого сделать нельзя. То есть добавить мощность в процессе прям? Да, в процессе можно добавить resize, там как-то instance groups, там есть такие флажки, то есть это можно сделать. То есть это, наверное, связано с тем, что данные локально должны перейти на новые ноды? Ну, это макия позади ходу, то есть тут я не знаю как это действует. Да. Можно загружать в качестве макрофили дюсеров обычные бинарные блоки, которые воспринимают стабильный качество ходных данных и вибрировывают всегда то, что они обработают. Верно? Да. Хорошо. Как выполняется в данном случае стендбоксинг? Вот что выполняется и в каком формате нужно собственно говоря то, что там выполняется компетит 3, 6, 4, 5, 2. Последний чешник не понял. Как выполняется стендбоксинг выполняющихся процессов и в каком формате их нужно строить, бюджет? Там скрипты скорее всего. Там могут быть выполняемые бинарные файлы. Санклоксинг, не совсем понимаю зачем он возможен. Там выделяется виртуальная операционная система. Если ты сломаешь, сломал и сломал санклоксинг. Я понимаю, как реаниматация этих штук друг от друга выполняется. Каким образом, например, я загружаю, скрипелил, я не знаю, но в оригинальном языке типа выбираю. Инстансы тебе сказали заранее, что ты делаешь в Boom, потом выбираешь Windows. Вот те инстансы, которые ты выбрал, на тех и будут запускаться твои джоба. Во-первых, можно типы инстансов выбирать, а вторые. Вот я там показывал Bootstrap Action есть такие. То есть на самом деле можно в том числе есть командные строки выбрать скрипт, который будет выполняться на всех инстансах, где будут работать map и reduce task. Этот скрипт может включать какой-нибудь например, apt-get install какой-нибудь маргинальный из T-Shark. Ну или вон. ему как нравится. И потом написать на нашем инстансе. Скажите еще у вас изучали такое что 50 мапперов и 10 seducers наоборот. Ну или наоборот. Вот я хотел вопрос задать. Это эмпирическим путем каким-то? В зависимости от task? И каким образом подбираются эти соотношения мапперов и дюсеров? Hadoop делает это не Hadoop точнее, Elastic Map Reduce делает это автоматически на основании количества и типов инстансов, которые были выбраны для job. то есть если выбираешь 6 крутых инстансов, у тебя будет 42 редюса и сколько там апперов. Плюс это зависит от объема входных данных. От задачи зависит, но Hadoop Elastic Map не знает, какая там задача. То есть он автоматически какие-то дефолты сам подбирает. Это число можно двигать, передавая конкретные флаги в настройки Hadoop job. В процессе работы он не может смотреть, что там что-то тупит и туда перекидывается? Я такого не вижу. Вообще-то Hadoop имеет при желании, если оказывается, что на одном инстансе работает два job, а остальные инстансы свободные оказываются, то он киляет какой-нибудь job один из этих двух и запускает его повторно на свободном инстансе. Ну, не знаю, как амазоновский, но сам Hadoop умеет килять и перераспределять. Ну, если, конечно, уже job не после 50% и в начале перевалять в амазон. Да, это по инстансам. В результате, когда какие-то ошибки валятся, он несколько раз перезапускает job. Насчет ресторта инстансов, не знаю, не стал просто. Еще вопросы? Ну вот, Он появился, так как было несколько инстансов, вот распределён по нескольким файлам. Там справа, может, полоса с какой-либо. Нет, тут это самое мешает, тут сплитер должен быть, он его, в общем-то, не видно, ну ладно, откроем один файлик. Так, как тут блокнот называется, где-то там? Сюда его можно убрать, кстати, там, вон, классно. Ну вот, ну там файлы были с какими-то там предложениями, там, они в кавычках ещё были похожи. Ну вы помните программу, там был string split по пробелам, там, по всяким дабам и переводам строки. Вот, и он почитал количество, вот, например, таких, сколько, три штуки там, close, в кавычках, две штуки и так далее. Как закрыть? Альтер четыре? Только я знал, где тут альтера. Он дал Q. Ну, то есть, Джордж подработал успех. Эти файлики, на самом деле, ассортированы по ключу, вот. Вот, то есть, зеленейное время, в принципе, в простых версиях, там, можно использовать одну или инопсовую команду. Не одну, там, через парьки и три кавычки. Также можно настроить, чтобы output был зацепленный автоматически, там, буквально один параметр передать. Вот, это позволяет сохранить время на выкачивание этой практики. Это можно из амазоновской консоли все делать, да? Или при настойке? Да, 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 это можно сделать из амазоновской консоли. На самом деле, амазоновской консоли пользуются, ну, только в самом начале, когда нужно там что-то проверить, там, в одну разу. Как только начинается необходимость повторять вот это дело, люди переходят на common-line клиенты и на клиенты на языках программирования, там. И как-то сторонние? На Ruby, например, и сторонние, да. Есть официальные, но есть и сторонние. Не, официального для моббедюсера, по-моему, нет, и сторонние какой-то. Вот. Есть API, который позволяет через HTTP-запрос запускать джобы, ранить, конфигурировать и так далее. Вот. Он официальный. И есть... Ну, все, да, сказал. HTTP-интерфейс и программный и common-line клиенты. Вот. Еще вопрос есть. Я дальше перейду тогда к практическому, к практическим советам, к таким штукам, которые мне попадались во время моей работы, вот. Вот. Которые были неприятны. Некоторые относится. И решал очень долго, некоторые решал довольно быстро. Вот. Ну, просто набор таких интересных и разных. Да и нет тестирования. Вот. Можно использовать библиотеку EnerUnit. Вот. Вот. Для чего это нужно? Ну, сейчас покажу. Кто видит, что тут написано? Ну. Ну, это написано, что вот этот код, он плохой. Он использует EnerUnit. Вот. А может пространство белого? Его можно сжать? Можно, в принципе. Но по длине только вот этого не уменьшится. А, ну, вот, в принципе, строкаличные надо. Я уже устаю. Вот. С чем это связано? Это связано с тем, что маппер, класс маппер, от которого наследуется наш кастомный маппер, он требует в функцию map некий контекст. Вот. Обеят контекст, вот, который нужно инициализировать для имени теста разными булами. Вот тут наша прекрасная Java. Уступает в свои грува. Вот. MRUnit позволяет вот этот же код написать вот так. Практически декларативным способом мы пишем unit test для маппера. Для редисера код будет выглядеть примерно так. То есть мы говорим, что мы хотим тестировать маппер, подаваем на вход такой-то input и ожидаем, что у него на выходе будут такие-то документы. Все. А если будет реализация, что-то еще будет? В смысле? Ну, кроме многая идея. Я не понял вопрос, что-то еще, что именно будет? Реализация гниит допплтестника. А, что это такое? А, наверное, будет... Так какая разница, что это тут? Нет, тут нельзя. Он слайдер. Это картинка. Выпуск его другу там внулы есть или в какую-то фунту в каком-то конкурсе. Да, во-первых, сделать иплтест немножко, чтобы не казалось какой-то страшный. Это можно сделать, но это будет код, который на самом деле не добавляет ценности unit test, но висит в системе. Вот в этой штуке ценно абсолютно все. Он проверяет, что нет лишнего output? Да, проверяет. Это ответственность лежит на MR Unity. А когда есть те люди, где говорят, видно, что он говорит, что нет больше экспериментов? Есть такой метод? Так вот этот метод run test, когда ты спускаешь run test, он проверяет, что на выходе именно expected 0 и expected 1 не больше, не меньше и в таком же порядке. На выходе там может быть много данных, где перечислить надо? Ну да, на то он unit test. То есть, если хочешь, чтобы тут был код покороче, ну, входные данные нам нужно подобрать так, чтобы выходных данных было не очень много, чтобы unit test легко читался. А это трепрочная? Да. С логгингом. Ну, внутри у Hadoop используется log4j, поэтому мы можем за бесплатно его тоже использовать. Или можно просто писать в stdout. Впоследствии stdout тоже попадает в логи, в тот бакет, который я показывал, S3, hadoop evening, logs и там addition job, и там будет stdout в том числе. А можно вопрос? Да. А как можно логировать, когда используется стриминг в тюльфейсе? Там же их дуал уже занят? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Честно. Не знаю. Наверное, нужно тогда изобретать какой-нибудь свой велосипед и использовать внутри там какой-нибудь log4 что-нибудь, for j, for r и писать самому файл. Можно будет писать прямо на файловую систему в S3 или куда-то будет? Ну, он будет писаться в файловую систему на том инстансе, где будет это рано. На S3 это не попадет. Ну, если не сделаешь специально. Вот эти логи или пишут на S3? А? Вот эти логи. Вот эти логи попадут на S3 и плюс в том числе они же будут на самих инстансах, пока они будут раноться. В принципе, ты можешь во время работы джобов зайти через SSH на мастер-инстанс, оттуда из мастер-инстанса через SSH зайти на инстансы, где раноются джобы и смотреть через tail, как растут логи прямо в онлайн. Как там все мастер-инстансы, да? Вот. Вот эта штука мне очень понравилась. На самом деле, чтобы запустить Hadoop job локально, не нужно локально ставить Hadoop вообще. То есть, в принципе, можно запустить его, как обычный джарник, и он будет работать. Читая файлы из файловой системы и записывая output тоже в файловую систему. А в трубе не прописал там Input, что-нибудь в Hadoop? Там Hadoop-клиент только, в зависимости. А, ну, значит. Ну, Hadoop сам тебе ставить не нужно. То есть, вот Сергей когда показывал, он показывал Hadoop с HDFS, с локальным настроением, там все было по науке, все это самое. А для быстрого тестирования вот этого вполне достаточно. Ну, здесь должен быть тогда в этот поджарник должны быть файлы, там, окладцы Hadoop. Да, да, да. Там, ну, запаковать зависимости, они туда автоматически попадут. Совершенно верно. То есть, нужно, чтобы все зависимости, в том числе Hadoop, ну, или в Hadoop добавить. Ну, или в Hadoop добавить. Вот такая штука мне нужна была один раз. Нужно было поменять Java Hipsize, потому что Java любит чтобы ей уделяли много памяти. Ну, через Command Line Interface это делается вот так. Вот. Через Wizard, тот, который я показывал несколькими минутами раньше. Вот. Это делается на этапе Setup Bootstrap Actions. Мы никаких Pustrap Actions не ставим. На самом деле, там можно выбрать Pustrap Actions и вбить вот эти два параметра. минус S на пред. Child Java Ops. Четыре гигабайта. Это на каждой машине будет по четыре гигабайта. Это будет на каждой машине, где рануются байкеры. Распределенный кэш. Тоже очень полезная штука. Допустим, у вас есть какие-то данные, которые нужно расшарить между всеми инстансами. автоматически, чтобы они на все инстансы сразу купали. Первая опция — это написать скрипт, который будет забирать эти данные из S3 и вложить куда-нибудь в локальную паб. И этот скрипт добавить в Bootstrap Action, чтобы он запускался во время создания инстанса. Второй способ, немножко попроще — через класс Distributed Cache. В классе драйвера, то есть в классе, который создает сам Job, объект Job, добавляем кэш-файл. В MapReducer берем локальные кэш-файлы. Потом по ним пробегаемся ищем нужный нам. Или если он найден, берем первый. И используем как нам нужно. Этот файл во время старта Job будет автоматически скопирован на несколько машин. И потом, посредством этого метода, может быть использован. Внутри используется HDFS. Внутри используется HDFS. То есть, да. Взаимодействие с другими сервисами. Тоже предельно простое. Запускаем наш другой сервис. Например, какой-нибудь MongoDB или что угодно на EC2. И в конфигурациях его security-группы добавляем группу Elastic MapReduce. Чтобы из этой группы все методы могли пробиться через firewall. То есть, там два степа буквально. Мы загружали данные MongoDB. На самом деле, там была одна проблема. С тем, что медленно пишется очень Mongo. Но с безопасностью и с закрытыми портами проблем не было никаких. моих ожиданий заберем. Кромная ошибка попалась мне в этот раз. Очень долго ее вылавливал. В конце концов, вылавливал. Ну вот, в этом коде есть баг. Кто-нибудь может определить, в чем здесь баг? Почему этот код может работать неправильно? Ну, проверка крайне неправильно. Ну, вот эта штука я сделал для чего? То есть, Reduce, он что делает? Он берет группу Welles'ов с одним ключом и группирует их. То есть, в случае с Tag Cloud, Reduce, он суммировал каунты всех тегов. То есть, в качестве ключа было значение какого-то конкретного тега, в качестве Welles'ов были int, которые нам нужно просуммировать. Тут, в качестве Welles'ов выступает какой-то сложный класс, у которого внутри, как мы видим, коллекция чего-то. Коллекция строк, например. Ну, невозможно, что при повторном запуске Reducer, вы, скажем, из класс Cast, из-за первой строки ввязал про Welles'ов, потому что в последующих MapReducer, возможно, попытается его рассмотреть как коллекцию. нет, не совсем так, но похоже в общем. Суть в том, что вот этот вот values iterable, он, когда по нему итерируешься, он возвращает, на самом деле, один и тот же объект, но модифицированный каждый раз. То есть вот этот вот объект MyWilliam, он обязан быть по спецификации функции reduce, он обязан быть serializable, ну, для того, чтобы по сети все это ходило. И у него есть две функции, там, save, словно говоря, и load. Я не помню даже как название, но пусть будет так. Save, он сохраняет байт-стрим данные, load, он загружает из байт-стрима данные. Как работает вот этот iterable? На самом деле, в самом начале он создает объект типа MyWilliam, пустой, и потом во время итерации на каждом шаге делает load. Вот. Таким образом, вот этот вот result, который я использовал, вот самое первое значение, которое я использовал, хотел использовать в качестве аккумулятора, оно, в конце концов, замусорилось. Потому что, с одной стороны, мы тут добавляем какие-то в него айтами, с другой стороны, на каждой итерации вызывается load и добавляет еще какие-то данные. Вот. В итоге там была каша в конце в самом. Вот. И вот эта штука, она писала ерунду. Правильный вариант не делать вот этих предварительных оптимизаций, как я сделал. Вот. Надо сделать, ну, по-простому. Самому создать вот этот агрегатор, result, и потом уже в него добавлять данные. Ну, он и тот покороче получился и так далее. Вы использовали Amazon Cloud только для того, чтобы хранить данные на время обработки или данные хранились там перманентно? Ну, на самом деле они у нас там лежат, как бы и не лежат. То есть никто их не удаляет, мы их периодически процессим, то есть алгоритм меняется. Плюс у нас Mongo-инстансы есть. Мы запускаем Mongo и пишем данные непосредственно в MongoDB. Там есть одна проблема, связанная с тем, что MongoDB любит, чтобы в нее данные писались ассортированно и последовательно. Тогда вставка происходит быстрее всего. Если мы имеем более одного резюста, который равнится одновременно, данные, получается, пишутся из нескольких инстансов, и это может приводить к деградации производительности. Она не такая большая, но неприятная. Поэтому, с одной стороны, хорошо бы иметь один reduce, чтобы в Mongo быстрее писалось, а с другой стороны, один reduce означает, что вычисление собственной функции reduce будет медленнее, потому что всего один используется. Как эту проблему решить, я пока не знаю. Пока мы просто используем несколько редюсеров и забиваем на то, что решится немножко медленнее, чем могло написаться. Вы пробовали при записи данных Mongo предварительно партиционировать коллекцию, которая будет содержать в себе output? А у нас даже в шарде есть инсталляция. Мы хотели попробовать Mongo в кластере. Не на одном из нас, я на несколько. Но до этого руки делали. До этого дела руки так не дошли. Скорее всего, было бы быстрее. В нашем исследовании Mongo мы обнаружили, что его алгоритм, когда записывается очень большой объем данных в Mongo, он неэффективно разбрасывает данные на разные ноты. То есть он сначала пишет на один нот, потом на другой, потом он смотрит, что на одном ноте скопилось данных больше, он пытается их перебалансировать, и за счет этого оно тормозило. А как по другому? У нас же заучили телефон. А, да. Решение, в них жили официально, что вы можете попробовать предварительно партиционировать данные. Ну, грубо говоря, данные с таким-то ключом будут на таком-то и так далее. Как мы можем узнать, с каким ключом, куда данные, по идее, должны идти для лучшего перформанса? И как мы можем убедить Mongo в том, чтобы вот мы знаем лучше, ты вот эти данные с этим ключом пиши туда. Это же можно сконфигурить. Изначально я пишу по кэшу. А вы можете сказать, что вот, делаете альфа ватикал? Ну, понятно, но... А если вы можете перелять? Там же, как только размер одного пакета превышает определенный порог, там, допустим, 100 мегабайт, этот пакет начинает делиться на два куска или на несколько кусков и распределяться по разным инстансам. Вот. Мы никак не можем сказать, что вот первых там 100 ключей и шилот в этот пакет, вторых 100 ключей и шилот в этот пакет, потому что мы даже не знаем, какой размер этих пакетов будет. Может, там они оба меньше 100 мегабайт, и мы никак не сможем заставить MongoDB писать их в разные места. То есть, тут чтобы... На самом деле это работает. То есть, если вы скажете, что этот шар нужно писать только на этот сервер или на какой другой, то оно будет писать только на него. То есть, такое можно сделать? Нет. Но это интересно. Это действительно увеличивает производительность, даже если спускать MatReduce в самом MongoDB, потому что, когда в процессе очень большой объем данных, соответственно, результат MatReduce тоже большой. И деградация производительности наступает в том числе и за счет того, что оно неэффективно пытается распределить данные. Ну, понятно. Да. Оно сильно помогает, кстати? Намного там процентов. Просто мне кажется, шарфингом как бы попроще и эффективнее. Ну, честно, нам не сравнили, но на глаз становится гораздо быстрее. Много. Да? Да? Я твой вопрос. Данные из С3 копируются пока usually? А они в HDFS как бы копируются. То есть там сзади кодуль полноценный саблетисом и с HDFS. То есть, они там распределенная файловая система. Когда кто-то заливает данные, они уже распределяют все на данный? При запуске. При запуске? Да. То есть, ну, ингроментальной обработки нет. То есть, мы залили в S3, все, мы обрабатываем эти данные, заливаем куда-то в S3 или в Монту, куда-нибудь. Поменять данные в процессе работы или добавить новых нельзя. А можно вообще опросы? А как если сделаны с кардином? Сколько новых? Ну, потому что… Себе скажу, там 5000 и сколько было. Я не помню. Facebook сколько используют? 11000? 11000 форумов. А, 11000 форумов. А, 11000 форумов. А, 11000 форумов. То графикозависимости и предзависимости от критичного видов, сколько там загибается? Так, это линейная система. Да? Да, линейная система. То есть, вообще полностью… Да. Ну, а если вопрос нет, тогда я передаю слово Жуковичу Мурадову. Кому нельзя. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Продолжение следует...